Здравствуйте, с вами Кик. В сегодняшнем выпуске вас ждет компания Samsung, которая самая первая представит миру 3-х нанометровый чип. Байден этот чип уже видел. Mercedes-AMG, представивший концепт своего первого спортивного автомобиля. Британцы обнаружили уязвимость в Tesla, способствующую угону автомобиля. MasterCard, которая разрабатывает систему оплаты улыбкой. И корабль Boeing Starliner, который впервые пристыковался к МКС. Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Друзья, знаете то чувство, когда вышла любимая игра или гаджет, который вы так хотели приобрести, а до зарплаты еще как до луны? Может, вы хотели в отпуск прямо сейчас, а не копить на него несколько месяцев? Мы тоже. Но откладывать уже не стоит. Московская микрокредитная компания готова помочь вам с займами на любые ваши цели. Они работают по всей территории РФ, а для самого займа нужен только паспорт. Займ приобретается молниеносно, буквально за 3 минуты и три поля. Ваша мечта станет реальностью? Деньги моментально зачисляются на вашу карту погашения займа онлайн без комиссии. Есть также возможность продления срока займа. Московская микрокредитная компания. Быстрый займ в три поля за 3 минуты с моментальным зачислением денег на вашу карту. Все подробности у нас в описании. Начнем мы сегодняшний выпуск с визита президента США в Южную Корею. И, казалось бы, какое это имеет значение к Технодайджесту. Но нет, в ходе визита президента США Джо Байдена в Южную Корею он посетил жемчужину страны, а именно завод Samsung Electronics, на котором ему должны были продемонстрировать новейший чип, произведенный по технологии 3 нанометра. Как говорят в Samsung, технология GAA позволяет снизить размеры компонентов на 35%, обеспечивая при этом повышение производительности на 30% или снижение электропотребления на 50% в сравнении с чипами на основе техпроцесса 5 нанометров. Компания также заявила, что уже ведется разработка технологических узлов 2 нанометра, а массовое производство на их основе запланировано на 2025. Тем не менее, мировым лидером в контактном производстве чипов пока остается тайваньская TSMC, которая по версии аналитиков TrendForce в четвертом квартале прошлого года удерживала 52,1 процента мирового рынка, а занявшая второе место Samsung имела долю всего лишь 18,3 процента. На последнем брифинге для инвесторов Samsung заявила, что производство по нормам 3 нанометрового техпроцесса начнется в ближайшие несколько недель. И получается, что Samsung в этом направлении опередит TSMC. Посмотрим, сможет ли компания вырваться вперед и подмять под себя и эту нишу. Байден очень на это надеется. Он подчеркнул необходимость технологического партнерства между США и Южной Кореей. Поехали дальше. Корпорация Google открыла для сотрудников новый кампус – Bayview в Сан-Франциско. Причем это полностью самостоятельный проект Google, начиная от дизайн проекта и заканчивая строительством. Естественно, постройка такого масштаба не обошлась без инновационных особенностей и интересных решений. Например, крыша кампуса состоит из 90 тысяч солнечных панелей, которые способны генерировать 7 мегаватт энергии, покрывая около 40% энергетических потребностей здания. Также в постройке имеются кухни, в которых расположено электронное оборудование, а от газа решили полностью отказаться. Система вентиляции, нагнетающая воздух с улицы, автоматически шторы на окнах. Но и это не все. В здании стоит геотермальная установка, которая способна обеспечить здание теплом или охладить его, исключая использование ископаемого топлива и снижая при охлаждении использование воды до 90%. В общем, как обычно, Google смогла всех удивить грандиозным строением, однако насколько там удобно работать персоналу, остается только гадать. Но что-то подсказывает, что и с условиями там все окей. Во всяком случае, точно известно, что в Bayview есть 7 разных кафе, а с каждого рабочего места есть вид на улицу. За последние несколько лет бесконтактные платежи стали неотъемлемой частью множества людей по всему миру. И вот одна из платежных систем сделала следующий шаг в упрощении данного процесса. Речь идет о MasterCard, которая представила свой свежий проект – Biometric Checkout Program. Его суть заключается в предоставлении пользователю возможности оплачивать покупки без необходимости лезть в карман за картой или смартфоном. Вместо этого ему предлагается воспользоваться биометрическими данными, улыбнуться на камеру или провести рукой над сканером для подтверждения транзакции. Инициатива предполагает, что вы зарегистрируетесь либо в магазине, либо через приложение. MasterCard объединяет усилия с Fujitsu, Neck, PayFace и другими компаниями, чтобы установить базовые требования к производительности, конфиденциальности и безопасности. Что интересно, свежая разработка уже сейчас создается с прицелом на использование в магазинах любого размера. Первый же пилотный проект по внедрению Biometric Checkout Program будет запущен на днях в Бразилии. Mercedes-Benz представила концепт спортивного электромобиля Vision AMG. Четырехдверная купе имеет длинную колесную базу и расцветку, напоминающую автомобили Формулы 1, которыми управляет команда Mercedes-Benz AMG Petronas F1. Vision станет первым спортивным электромобилем AMG. Автопроизводитель не раскрыл никаких подробностей о ценах, но озвучил дату выпуска первых автомобилей с завода. Случится это в 2025 году. Буквально на этой неделе автопроизводитель объявил о партнерстве с компанией по производству аккумуляторных материалов Silla Nano Technologies для создания более энергоемкой батареи с кремниевым анодом. По оценкам компании, аккумуляторы с кремниевыми анодами обладают на 20-40% большей емкостью, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы, используемые в большинстве современных электромобилей. Vision AMG станет одной из трех специализированных платформ для электромобилей, которые Mercedes планирует запустить в 2025 году, в дополнение к платформе MB EA для средних и больших автомобилей и One EA для легких коммерческих автомобилей. Автопроизводитель заявил, что его цель полностью отказаться от ДВС к 2030 году. Продолжаем автомобильную тематику. Британская компания NCC Group, занимающаяся проверкой программного обеспечения и консультациям по кибербезопасности, обнаружила серьезную уязвимость в электромобилях Tesla, способную привести к угону автомобиля. Уязвимость была обнаружена в протоколе Bluetooth, по которому работает ключ-брелок от электрокара Tesla. Сама по себе технология не нова и достаточно хорошо защищена от перехвата сигнала. Но слабое место все же нашлось. С помощью ноутбука и Bluetooth-модуля с модифицированной прошивкой сотрудники компании NCC Group смогли взломать свежую Tesla Model 3 2020 года и Model Y 2021 года. Смартфон, выступающий в роли ключа от автомобиля, в этот момент находился в 25 метрах от автомобиля, а ноутбук использовался как перехватчик и транслятор сигнала. Сотрудники компании отметили, что в теории любое транспортное средство и умные домашние замки, использующие Bluetooth Low Energy для защиты, уязвимы для подобной атаки. И какой же кик без космоса? Компания Boeing произвела стыковку пилотируемой капсулы CST-100 Starliner с американским модулем Гармония на МКС. Это первая стыковка нового корабля с космической станцией и новая альтернатива Союзам и Драконам. Знаменательный шаг омрачило несколько нештатных ситуаций в полете, последствий которых удалось избежать только за счет значительного запаса прочности корабля Boeing. Для капсулы CST-100 Starliner нынешний полет стал вторым испытательным после провала первого тестового полета в декабре 2019 года. В этот раз из-за ошибки в системе расчета времени работы двигателей корабль совершил выход за пределы расчетной орбиты. Оставшегося топлива не хватило на стыковку с МКС, и Starliner посадили без подхода к станции. Стыковка с МКС состоялась на один час позже. Также Boeing на три часа задержала сообщение о прохождении миссии, что вызвало опасения в ее успешности. Как выяснилось позже, в полете возникло несколько мелких нештатных ситуаций. Во-первых, контур охлаждения на корабле показал нештатное поведение температуры, система продолжала поддерживать стабильную температуру в контуре, но работала с превышением нормальной нагрузки. Руководитель программы коммерческого экипажа NASA на брифинге после стыковки сказал, что в контуры охлаждающей жидкости могла попасть влага, которая замерзла и забила фильтр, вызвав повышение давления в контуре. Контроллеры смогли управлять температурой этих контуров охлаждающей жидкости, и в системе был достаточный запас. Второй проблемой стал отказ двух из 12 кормовых двигателей орбитального маневрирования и управление положением в составе сервисного модуля во время выхода космического корабля на орбиту вскоре после запуска. В заявлении Boeing говорится, что, вероятно, падение давления в камере вызвало отключение этих двигателей. Докопаться до корня проблемы вряд ли получится, сервисный модуль отделится от капсулы во время ее возврата на Землю и сгорит в атмосфере. Также во время стыковки отказали два двигателя системы управления реакцией, которые отвечают за финальное сближение корабля со стыковочным доком. Несмотря на все, Starliner завершил стыковку. На корабле около 350 килограммов груза для станции. На орбите Starliner пробудет 4 дня, после чего отстыкуется и повезет на Землю 272 килограмма груза. Приземление будет на сушу в западной части США. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!